Конфликт между республиканским наркологическим диспансером и госпредприятием Бурятформация произошел за полумиллиона рублей. А если точнее, то диспансер должен оптовому медицинскому центру 450 тысяч рублей за поставленные ранее сильнодействующие медицинские препараты, которые используются врачами при лечении наркомании и белой горячки. В наркодиспансере после длительных согласований с нами согласилась встретиться заместитель главного врача. Она подтвердила, конфликт по поводу задержки с оплатой за медикаменты был, но уверяясь, что проблема будет решена в самое ближайшее время. В настоящее время вопрос с обеспечением сильнодействующим психотропными медикаментозными средствами решен, и наши внутренние вопросы задолженности тоже решены. Мнение второй стороны нам выслушать не удалось. Руководитель Бурятформации отбыл в командировку, его телефон вне зоны доступа. А обсуждать с нами конфликтную ситуацию из персонала предприятия никто не решился. Однако ранее в интервью агентству Байкал-Дели генеральный директор Ханхэ Монголов обвинил руководство наркодиспансера едва ли не в растрате бюджетных денег, выделяемых на лечение больных, и потребовал полного погашения задолженности перед его предприятием. Представители наркологического диспансера считают, что могут получать медикаменты в долг, но вот Бурятформации с этим не согласны. Пока же известно, что для лечения больных медикаменты в диспансере все еще есть, но не останутся ли врачи без лекарств, или смогут прийти к мировому соглашению с Бурятформацией, станет известно в первых днях сентября. Именно на это время запланировано проведение первых судебных заседаний в арбитражном суде республики. Намсарай Намсараев, Алексей Ионов, Новости дня. Продолжение следует...